Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видео урок. Желаем вам успехов! Добрый день, уважаемые учащиеся! Мы с вами сегодня продолжаем изучать тему магнитное поле на уроках физики в 8 классе. В глубокой древности известно, что магнитная стрелка, свободно вращающаяся вокруг вертикальной оси, всегда устанавливается в данном звезде Земли в определенном направлении. Этот факт объясняется тем, что вокруг Земли существует магнитное поле, и магнитная стрелка устанавливается вдоль его магнитных линий. На этом основано применение компаса. С этим устройством вы знакомились на уроках географии. Что же является источником магнитного поля? По современным обозрениям, первая причина – это процессы, происходящие в недрах Земли. Ядро Земли является жидким и состоящим из железа. В нем циркулируют круговые токи, которые порождают земное магнитное поле. В 1958 году при помощи космических аппаратов российские и американские ученые открыли существование вокруг Земли двух поясов, которые положены в эквитериальной плоскости. Эти пояса, их называют радиационными, состоят из движущихся частиц – протонов и электронов, которые создают кольцевой ток. Таким образом, радиационные пояса – вторая причина существования у Земли магнитного поля. У Земли, как и у постоянных магнитов, два магнитных полюса – северный и южный. В настоящее время южный магнитный полюс Земли удален от северного географического полюса на 2100 км, а северный магнитный полюс находится вблизи южного географического полюса. Здесь магнитные линии выходят из Земли. Таким образом, магнитные полюса не совпадают с географическими, поэтому магнитная стрелка приблизительно показывает направление над север. Есть еще одна интересная особенность этих полюсов – они постепенно смещаются. Геофизики узнали, каким было магнитное поле Земли тысячи и даже миллионы лет назад. Допустим, вылилась когда-то во время извержения вулкана лава, пока остывала, намагнитилась в магнитном поле Земли. Потом поле изменилось, но у затвердевшей лавы осталась оставшаяся намагниченность. Измеряя ее, геофизики обнаружили, что за последние миллионы лет магнитные полюса Земли поменялись местами 7 раз, а за последние 160 миллионов это случилось 100 раз. 570 лет назад магнитные полюса Земли были расположены в районе экватора. Иногда внезапно возникают так называемые магнитные бури. Если на Солнце происходит мощная вспышка, то усиливается солнечный ветер. Это вызывает возмущение земного магнитного поля и приводит к магнитной буре. Пролетающие мимо Земли частицы солнечного ветра создают дополнительные магнитные поля. Магнитные бури причиняют серьезный вред. Они оказывают сильное влияние на радиосвязь, на линии электросвязи. Многие измерительные приборы показывают неверные результаты. Результатом взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли является полярное сияние. Торгаясь в земную атмосферу, частицы солнечного ветра направляются магнитным полем и определенным образом фокусируются, сталкиваясь с атомами и молекулами атмосферного воздуха. Они ионизируют и возбуждают их, в результате чего возникает свечение, которое называют полярным сиянием. Магнитные бури явления кратковременные, но на земном шаре встречаются области, в которых направление магнитной стрелки постоянно отклонено от направления магнитной линии Земли. Такие области называются областями магнитной аномалии. Одна из них – Курская магнитная аномалия. Причиной таких аномалий являются огромные жалюзы железной руды на сравнительно небольшой глубине. Следующий вопрос нашего сегодняшнего урока – это действие магнитного поля на проводник с током и работы электрического двигателя. И этот вопрос вы сейчас послушаете с помощью видеоролика. Тема нашего урока – действие магнитного поля на проводник с током, электрический двигатель. Когда мы только начинали знакомиться с силой тока, мы упоминали, что проводники с током действуют друг на друга. Опираясь именно на силу такого воздействия и была определена сила тока в 1 ампер. Тогда мы не сказали, чем вызвано притяжение или отталкивание двух проводников. Теперь, пользуясь нашими новыми знаниями, мы с уверенностью можем сказать – проводники взаимодействовали с помощью магнитных полей. Как мы помним, магнитное поле возникает вокруг любого проводника, по которому течет ток. И мы также выяснили, что магнитное поле действует на проводник с током. Если подвесить проводник на гибких проводах в магнитном поле, а потом пропустить по нему ток, то он отклонится в ту или иную сторону в зависимости от направления тока. Или же можно оставить направление тока неизменным, но изменить положение полюсов магнита. Мы знаем, что ток двигается от плюса к минусу. На рисунке показан дуговой магнит, между полюсами которого, конечно же, существует магнитное поле. Как только мы пустим по проводнику ток, он сместится влево. То есть магнитное поле проводника будет притягиваться с полем магнита. Если же мы поменяем направление тока, то проводник наоборот отклонится вправо. Если теперь поменять полюса магнита, то проводник снова отклонится влево. И, наконец, если сейчас снова поменять направление тока, то проводник снова отклонится вправо. Опять же, обратите внимание на симметрию. Изменение направления тока на противоположное дает тот же эффект, как если бы мы решили поменять местами полюса магнита. Но простое отклонение проводника в магнитном поле используется значительно меньше, чем вращение. Итак, давайте рассмотрим, как можно заставить проводник с током вращаться в магнитном поле. На рисунке мы видим рамку, закрепленную между полюсами магнита. К металлическим пластинам подсоединены положительный и отрицательный полюса источника тока. На рамку намотана проволока с изоляцией. Концами проволока присоединена к полукольцам. Обратите внимание, что по противолежащим сторонам рамки ток идет в противоположных направлениях, поэтому обе стороны рамки будут перемещаться в противоположном направлении. Это приведет к вращению всей рамки. И тут возникает проблема. Как только рамка повернется на 90 градусов, обе ее стороны окажутся ближе к противоположным полюсам, и рамка начнет поворачиваться обратно. Как раз таки, чтобы этого не произошло, нам и нужны полукольца. Дело в том, что полукольца поворачиваются вместе с рамкой. Как только рамка повернется на 90 градусов, каждое полукольцо прижмется к противоположному контакту. Тогда направления токов в обеих частях рамки поменяются на противоположные, и рамка снова повернется в ту же сторону. Так будет происходить снова и снова, в результате чего рамка будет вращаться в одном направлении. Возможность такого вращения невольно наталкивает на мысль о создании двигателя. Ведь если к такой рамке прикрепить, скажем, стержень и насадить на него колесо, то колесо будет вращаться. Двигатель подобного типа действительно существует и называется электродвигателем. Рассмотрим устройство электродвигателя. Совсем недавно мы познакомились с электромагнитом. Это катушка с током и с железным сердечником внутри. С помощью электромагнита создается магнитное поле, в котором вращается другая катушка с током. Эта катушка состоит из железного цилиндра и проволоки, уложенной в прорези в этом цилиндре. Железный цилиндр нужен для еще большего усиления магнитного поля. Эта часть называется якорем двигателя или ротором. У любого двигателя есть ротор, вращающаяся часть, и статор, неподвижная часть. Так вот, в нашем случае статор это полюса магнита, а ротор это железный цилиндр. К пластинам, с помощью которых меняется направление тока, подключаем скользящие контакты. Таким образом, двигатель может вращать присоединенный к нему стержень, который называется валом. Первый электродвигатель был изобретен Борисом Якоби в 1837 году. Конечно же, он был очень слабым, его мощность составляла всего 15 ватт. Но император Николай I выделил некоторые средства для улучшения двигателя. Уже в 1838 году Якоби сделал двигатель мощностью 600 ватт. Он и еще 11 пассажиров прокатились на катере по Неве, вызвав бурю удивления, ведь никто не греб веслами. Кстати, среди пассажиров был известный вам физик Эмилий Ленц. Очень скоро новость о практическом применении электродвигателя разлетелась по всему миру. В наше время электродвигатели очень широко используются. Например, катера, экскаваторы, электропоезда и трамваи ездят на электродвигателях. У электродвигателей есть существенное преимущество перед тепловыми. Электродвигатели не такие громоздкие, им не нужно топливо и они экологически чистые, поскольку не имеют отходов. Но самое главное, что коэффициент полезного действия электродвигателей достигает 98%. Никакие другие двигатели не способны достичь такого высокого КПД. Надо сказать, что автомобиль с электродвигателем, то есть электромобиль, был изобретен раньше, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Самый первый электромобиль был построен еще в 1841 году, но выглядел он как электромотор с тележкой. Нечто отдаленно напоминающее автомобиль построили уже ближе к концу 19 века. А в 1899 году Камиль Женаци впервые превысил скорость 100 км в час, разогнавшись почти до 106 км в час. В качестве источника тока использовался аккумулятор Бари, который включал в себя 36 вольтовых столбов. Напомним, что вольтов столб – это источник химического тока. Мощность этого электромобиля составила 4 лошадиные силы, что, конечно, смешно по нынешним меркам. После изобретения двигателя внутреннего сгорания, интерес к электромобилям надолго пропал, но вернулся в 60-е годы 20 века, из-за проблем с экологией. В самом конце 20-го столетия компания General Motors выпустила автомобиль EV1. Этот автомобиль был абсолютно экологически чистым, поскольку полностью ездил на электродвигателях. EV1 разгонялся до 96 км в час за 9 секунд и имел принудительное ограничение скорости 129 км в час. Единственным недостатком электромобиля было то, что без подзарядки он мог проехать от 90 до 240 км. Несмотря на это, в 2003 году все электромобили были изъяты и уничтожены. Это произошло из-за того, что владельцы нефтяных вышек испугались за свой бизнес и попросту заставили закрыть программу. Несмотря на это, в 2009 году была выпущена новая модель электромобиля Tesla Model, которая может проехать без подзарядки более 400 км, а по скорости ничем не уступает обычному автомобилю. Если программу снова не закроют, то скорее всего такие электромобили станут заменой обычным автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. И в завершении мы познакомимся со способом изготовления простейшего электродвигателя. Это несложно. Достаточно к полюсам батарейки подсоединить две обычных скрепки. Потом скрутить тонкую проволоку и подсоединить к скрепкам так, как показано на экране. На батарейку поставьте магнит. Если вы дадите начальный толчок проволоке, то она начнет вращаться. Конечно, этот двигатель имеет очень маленькую мощность, но по принципу действия мало отличается от настоящих электродвигателей. Итак, давайте подведем итоги нашего урока. Во-первых, мы еще раз убедились, что магнитное поле действует на всякий проводник с током. И нет разницы, создано это поле постоянным магнитом или другими токами. И еще мы узнали в общем и целом, как работает электродвигатель. В нем используется конструкция, которая вращается за счет взаимодействия магнитных полей и проводников с током. И, конечно же, электродвигателю, как и любому электроприбору, нужна подзарядка. В промышленности используются электродвигатели с переменным током, но о них мы поговорим значительно позже. Итак, вы прослушали сейчас ролик «Работу электрического двигателя». Значит, тема «Магнитное поле» мы завершаем. Дома вы можете просмотреть вопросы влияния магнитного поля Земли на человека и животных, если магнитное поле у планет Солнечной системы и полярное сияние. На этом наш урок заканчивается. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч!